Музыка Кто-то любит золото, кто-то бриллианты, а особо утонченные, особенно творческие натуры, отдают предпочтение серебру. Найти себе украшения по вкусу можно и в крупных торговых центрах, и в маленьких магазинчиках, и на базаре. Но все ли серебро? На земле серебра в 20 раз больше, чем золото. Его используют в медицине, косметологии, при очищении воды. Ну и, конечно же, серебряные украшения, любимые многими и прекрасные. Здравствуйте! В эфире программа «Осторожно, импорт». И в ближайшие 10 минут мы расскажем, как отличить качественный металл от подделки, и правда ли, что серебро может вылечить рак. Как всякая девушка, Назгуль любит украшения. Но статус учителя не позволяет носить броскую бижутерию. Поэтому выбор сам собой пал на самый благородный из металлов – серебро. Я купила этот браслет полгода назад в торговом доме со скидкой за 5000 тенге. После чего у меня начался зуд на левой руке, где я браслет носила, и появились покраснения. Я подумала, что это аллергия на моющие средства, но так как этой частью руки я не мою посуду, я заподозрила, что это именно от серебра. Но как же так? Ведь серебро издревле ценили именно за лечебные свойства. Серебро обязательно должно было присутствовать, как оберег. Это вот молодые девушки носили, и замужние обязательно носили его. При кормлении ребенка, вот они его обязательно одевали, чтобы оберегало это, как ее оберегало ребенка, вот грудь оберегало молоко. Да и современной науке известно, что даже мизерные концентрации серебра обладают высокими бактерицидными свойствами. Если в воде содержится хотя бы 0,05 мг на литр ионов серебра, то эту воду можно пить, не опасаясь за здоровье. Вот только внешний вид обманчив. За белолунный благородный металл могут сегодня вполне выдать алюминий, медь, никель и даже латунь. Чаще всего аллергическая реакция на изделия из серебра связана с тем, что, во-первых, может быть состав не совсем чистый. То есть проба не 925-я, а гораздо ниже за счет входящих других компонентов, за счет никеля. Чаще всего реакция идет на никель в большинстве случаев. Также может быть на цинк, может быть на алюминий реакция. Тяжелые последствия при контакте с некачественными серебряными сплавами могут быть, если носить долго, экзематизация. То есть мокнет, киснет, потом это все шелушится, сохнет и нарушается структура кожных покровов. В чистом виде серебро не дает аллергической реакции. Но вот сколько в остатке лунного металла, а сколько примесей. Здесь на помощь и должна прийти проба. Чем выше проба изделия, тем больше драгоценного металла в готовом изделии. Например, 925-я проба говорит о том, что в изделии весом 1 кг 925 граммов чистого серебра и всего лишь 75 граммов примесей. Серебро бывает как минимум шести видов. Часть из них низкопробные, идут разве что на столовые приборы. Изделия ниже минимальной 800-й пробы не считаются драгоценными и не клеймятся. Если у вас нет паспорта на изделие и клейма с указанием пробы, то гарантии качества приобретенного вам изделия фактически никаких. В первую очередь, после того, как вы увидите, что изделия запломбированы и висит этикетка, то на изделии должно быть на внутренней стороне обязательно клеймо завода-изготовителя, именник завода-изготовителя. Также на этом изделии должен быть оттиск пробирного клейма. 25 лет Бахтияр Артыкбаев занимается только серебром. Выбрал металл за красоту, пластику и легкость работы. Именно так ювелир оценивает качество металла. И он уверяет, что тонкие национальные изделия из серебра низшей пробы просто не получаются. Чем ниже серебро, чем ниже пробы, тем она капризнее. И тоненький узор, тяжело его плавить и так далее, ну, припаивать. Она сгорает. Вот филигрань, сама филигрань, сам узор, он идет еще выше пробы, идет выше 925-й. То есть почти практически чистое серебро идет. Низкое качество может выдать оттенок. Так, сплав серебра 800-й пробы за счет высокого содержания меди имеет желтоватый оттенок и быстро окисляется на воздухе. И только серебро 925-й пробы отличается ослепительно белым цветом, прочностью и безопасностью для здоровья. Но вот большинство импортного драгметалла, представленного сегодня в ассортименте, не отличить от серебра высшие пробы за счет процедуры радирования. То есть мы видим не цвет серебра, а родия. А за ним может скрываться все, что угодно. К нам в наш центр экспертизы очень много приходит клиентов, которые купили, например, не в наших салонах, и приходят с просьбой проверить. Проверить подлинность металла, проверить соответствие вставок. И мы сталкиваемся с таким, что на самом деле есть недобросовестные частные компании, частные салоны, которые могут где-то злоупотреблять именно на качестве или же на характеристиках изделия. Национальный производитель 75-летней истории работает напрямую с афинажными заводами. А для многих кустарных производителей основными поставщиками драгметалла являются ломбарды. Но когда металл повторно поступает в переработку, это влияет на качество изделий. Почему именно банковские склитки? Потому что при первичной плавке металла это создает определенное качество. Потому как при обработке лома есть высокий процент угара. Плюс золото или серебро при вторичной или третьей переработке является не очень качественным. И даже в авторских работах казахстанские мастера используют банковские слитки, где гарантия качества стопроцентная. Ведь их реклама из уст в уста работает только в случае, если ювелир предельно честен. Конечно, приходится конкурировать с импортными изделиями из Средней и Южной Азии. Они дешевле и доступнее для многих. Но дело в том, что там серебро не серебро, а скорее смесь сплавов или даже обычный мельхиур. Иногда содержание серебра может доходить и до 5%. Но блестит, и людей это притягивает. Мы же сейчас даже с ломом не работаем, потому что его еще нужно очищать от примесей. А это делается на заводах. В наших условиях невозможно. Да и платить уж лучше за настоящее серебро, чем за подделку. Так называемая кустарщина, а иногда и контрабанда, широко представлена на рынках. По словам продавцов, везут такие украшения из Турции, Таиланда и Индии. По некоторым оценкам, до 50% изделий на ювелирном рынке страны является контрабандой. Но их легко отличить по внешним данным и цене, которая не может быть дешевле биржевой. Цена любого изделия, будь то золото, будь то серебро, серебро зависит от фиксинга, от стоимости металла. Поэтому что входит в цену изделия? Это стоимость металла, это работа, это количество и качество вставок. Больших скидок на ювелирные изделия из золота и серебра вообще не практикуются. И вообще так не должно быть. На нашем производстве основной ассортимент – это серебряные изделия 925-й пробы. Когда говорим «нашим», мы подразумеваем именно национальный ассортимент. Импортные изделия, они больше идут. Где-то классические, где-то, наоборот, авангардные. Только специальные ювелирные компании могут дать гарантию не только на свой товар, но и импортные. Проверить качество изделия у специалиста не всегда есть возможность. Поэтому многие прибегают к народным методам. И определяют серебро они приобрели или фальшивку с помощью магнита. Серебро, как известно, в отличие от многих металлов, не магнитится. Или же проверить можно с помощью серной мази, которая применяется для лечения кожных заболеваний. Из всех металлов только серебро реагирует на серу почернением. На каждом изделии обычно ставится клеймо завода-изготовителя и сама проба. То есть это 585-е, если золото, или 750-е, или же 925-е по серебру. Ну, на этикетку тоже следует обращать внимание, потому что этикетка является своего рода гарантием или сертификатом качества производителя, где указан вес, проба, ну и, соответственно, сама цена изделия. И помните, что вернуть изделие возможно только при наличии товарного чека, на котором должны быть указана цена, дата продажи и все характеристики изделия. Редактор субтитров А.Семкин